Молодежный парламент за и против. Дебаты на эту тему состоялись в администрации Московского района Чебоксар. Дискутировали студенты столичных вузов. Мы выслушали обе точки зрения. Быть молодежному парламенту или не быть? Этот вопрос предложили обсудить студентам столичных вузов. В качестве зрителей ученики чебоксарских школ. В качестве экспертов глава администрации Московского района, представители городадминистрации, блогеры, активисты, депутаты Чебоксарского городского собрания. Казалось бы, что можно сказать против молодежного парламента? Орган, который представляет права и интересы молодежи, дает ей опыт участия в жизни государства. Однако у команд нашлись аргументы. Две противоположные точки зрения еще до начала дебатов нам высказали капитаны команд. По иронии судьбы, одетые в цвета антагонисты. В современных условиях, которые стоят в Российской Федерации, нельзя говорить об эффективности молодежного парламента. Все здесь с определенными аргументами и определенными причинами. Наша точка зрения за молодежный парламентаризм, потому что он реализован во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Чувашской республике. Могу провести пример из истории. То же самое история застоя Брежневского периода. Как вы знаете, все чиновники, почти все, служили на своих местах пожизненно, в том числе и ЦК КПСС. Я хочу этим сказать, что молодую кровь нужно вливать в наш парламент. Первому туру дебатов дали название «Свобода слова». Молодежный парламент решает ряд важных задач, а именно, я их причислю сейчас. Выражение интересов молодых людей в различных сферах, от социальной до политической, способствует развитию города. Раскрывает потенциал молодых людей в научной сфере. Их проекты могут реализовываться в нашем городе. Для граждан, для молодежи куда эффективнее будет взаимодействовать именно с молодежным правительством, где они получат определенный практический опыт организационной деятельности, нежели с молодежным парламентом, где они получают только теоретическую базу. В следующем раунде «Стенка на стенку» команды отвечали на вопросы друг друга, затем зрителей. Кто-то остался при своем мнении, кто-то, быть может, точку зрения поменял. Так или иначе, опыт дебатов лишним не будет. Особенно, если кто-то решит сделать карьеру в политике. Это опыт публичных выступлений. Это профессионализм в любых вопросах. Начиная от вопросов ЖКХ и заканчивая личных каких-то моментов. Компромиссы, да? Компромиссы, да. Умение искать компромиссы, умение отстаивать свою точку зрения и, соответственно, выслушивать чужую. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.